Всем доброе утро! Вы на канале Любимая дача. Меня зовут Оксана. Иркутский район. Сегодня 29 июля. У нас наконец-то наладилась погода. Такое прекрасное солнечное теплое утро. На градуснике у нас сегодня 17 плюс 17 градусов. Это очень радует. Мы давно не видели солнца и тепла. Сейчас 9 часов утра. Наши деревья дают сильную тень. Сейчас покажу вам, как наш участок освещен солнцем. Очень мало, потому что мы живем в лесу. И все соседи у нас оставили большие деревья. У нас кедры, ели, сосны. Поэтому участок у нас очень сильно затененный. Но справляюсь с тенью. Какой-то урожай все равно получаю. Что-то мне удается, а что-то не удается. Сейчас расскажу, что я не могу вырастить в теней. Вот так выглядит участок. То есть солнца практически пока нигде нет. Оно будет ближе к 12 и то тоже кусочками. Огород, грядки до обеда у меня практически полностью в тени. Так вот выглядит это все. Освещается небольшими кусочками. Здесь я убрала лук. И вот лук у меня растет очень плохо. Я так думаю, что дело может быть все-таки в том, что не хватает солнца. Напишите в комментариях, те, кто умеет выращивать хороший крупный лук на головке. У меня почему-то не получается. Сейчас я здесь посадила лук на зелень. Снова просто купила в магазине такие мелкие головки. И чтобы была свежая зелень. На головке, которую выращивала, на зиму его я не храню. Он очень мелкий и постоянно какой-то сырой, не сухой. И он не хранится у меня. То есть лук вообще никак не получается. Не знаю, делаю это в тени или что-то я неправильно делаю. Может кто-то что-то мне подскажет. А так, в общем-то, у меня растет морковь, свекла, горох. Горох вот заболел от сырости. Неделя дождей. Видите, началось вот такое заболевание. Фитоскопорином я опрыскала. Но, конечно, это уже не поможет. Оно будет дальше развиваться. Просто потом соберу урожай и грядку эту уберу. Здесь у меня растет спаржевая фасоль стручковая. Я пока вот такие. Она еще только цветет. Еще нет у меня фасоли. Здесь еще и пересорты есть. То есть попалась бобовая фасоль в одной пачке. Кабачки. Кабачки нормально растут. И укропчик. Ну так, днем немножко солнышко будет. А вечером в 4 часа уже будет снова такая же глухая тень. Томатная теплица у меня более освещенная. Здесь и такой у нас кедр огромный. Закрывает солнце. Но убирать жалко. В томатной теплице солнце более-менее с утра. Зато здесь меньше солнца с обеда. В 16 часов уже никакого солнца нет. Потому что соседская ель и дом все закрывает. Самое лучшее место у меня занимают клубничные грядки. Здесь больше всего солнца между теплицами. Юг у нас. Вот здесь как раз южная сторона. И здесь у меня растет клубника и чеснок в клубнике. И малина. Вот эта теплица с перцами и огурцами. Она тоже получается утром до 12 в тени. Клубничные грядки тоже частично в тени. Но тем не менее, все равно какой-то урожай огурцов мы получаем. Сейчас выглянуло солнышко. Все равно сразу все станет лучше. Но вот выросли огурчики. Подкармливала их. Надо собрать урожай. Чтобы следующие росли. Огурцы в принципе есть. Растут. Хотя вот были холода. Они у меня очень сильно затормозились. И просто все замерли и стояли. Подкармливала их дрожжами. Вроде бы пошли в рост. Два помидора еще у меня здесь растут. А это мы с внуком выращиваем арбузик. Вот такой он сейчас. Надо будет его подвязать в сеточку. Чтобы он не оборвался. Перцы тоже любят солнце. Но им солнца не хватает. В нашей семье больше всего любят помидоры. Поэтому для помидоров у нас самая освещенная, самая солнечная теплица выбрана. Цветочки тоже в тени. Им тоже не хватает солнышка. Но все мы приспосабливаемся к нашей тени. Зато в жару у нас прохладно. Зимой красиво, когда все эти деревья стоят в снегу. Белочки у нас живут на участке. Поэтому все-таки мы довольны тем, что деревья у нас остались. А в огород как-то приспосабливаемся. Такое небольшое видео. Обзор участка. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем, кто ставит лайки. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok